МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости меня зовут Дмитрий Книга. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Последний звонок прозвенел во всех школах Ленинского района. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Представители бизнес-сообщества отметили День предпринимателя. У вас очень хороший диалог бизнеса и власти. В Доме культуры прошел итоговый турнир интеллектуальной игры «Думай, знай, познавай». Я уверена, что моя команда готова к сегодняшней игре. Праздничные мероприятия, посвященные прощанию со школой, прошли во всех образовательных учреждениях муниципалитета. В Лопатинской школе почетными гостями последнего звонка стали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Ленинского района Валерий Венцель. Последний звонок – волнительный момент для всех выпускников. Праздник, когда, с одной стороны, учеба уже позади, но особо отдыхать еще времени нет. Впереди экзамены, выбор вуза, вступительные переживания. И сегодня в одну из школ муниципалитета, Измайловскую, приехали глава Ленинского района Валерий Венцель и губернатор Московской области Андрей Воробьев, чтобы лично поздравить ребят с новым этапом их жизни. Пожелать вам успехов. Успехов в экзаменах, успехов в жизни. И, конечно, как и прежде, всегда будут ваши родители рядом. Будут вас поддерживать. Будут педагоги, которые потратили очень много сил, энергии на то, чтобы у вас все в жизни получалось. В этом году в Измайловской школе 21 выпускник. Класс необычный. Большинство учеников – профессиональные спортсмены. Среди них – девушки-баскетболистки юниорской команды «Спарта НК-2». Юлия Стефановская признается, что подчас нелегко было совмещать учебу и спорт, но приходила она в школу всегда с радостью. У нас очень интересный класс. Все очень разные. И про каждого можно сказать что-то хорошее. Наверное, только хорошее. У меня остались такие воспоминания. Все разные, интересные, добрые. Надеюсь, обязательно будем встречаться. К тому же ребят всегда ждет в гости и классный руководитель Нина Пискарева. Она утешала, когда не решалась задача, помогала советам и за долгие годы стала второй мамой. И сейчас гордится своими детьми. Хотелось бы пожелать всем ребятам, всем выпускникам, чтобы они не боялись трудностей во взрослой жизни, чтобы они широко расправили свои крылья. И я желаю им только, чтобы их крылья поднимались все время выше. Для всех ребят двери нашей школы открыты. В этот день звучало много добрых слов дорогим учителям. Именно для них выпускники сегодня танцевали вальс и пели песни. А после в небо по традиции выпустили белоснежных голубей. И, пожалуй, самый трогательный момент. На плече у одиннадцатиклассника первоклассника дает последний звонок. Уроки закончились, но впереди у выпускников важный и ответственный период – сдача ЕГЭ. Первый уже совсем скоро, 27 мая. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В течение всего дня в разных школах звенели последние звонки для выпускников. Девятая школа города Видное стала одной из первых, где началось праздничное мероприятие. Выпускники показывали свои таланты на сцене, сажали деревья, отпускали в небо голубей и воздушные шары. Благодарили учителей и родителей. Это торжественное для ребят событие увидела и наша съемочная группа. В этом году у Витновской школы номер 9 – 10-й юбилейный выпуск. Покидает ее 45 юношей и девушек, сразу два класса, ученики которых когда-то пришли сюда несмышленными малышами. Несмотря на пасмурную погоду, у ребят на душе светло, хоть и немного грустно. Сожалением отпускают во взрослую жизнь выпускников и их родители. Семейная, спокойная атмосфера в школе царит. И школе благодарны, и учителям благодарны, и очень довольны за своих детей. У нас вообще очень замечательный дружный класс. На торжественной линейке было сказано много напутственных слов и пожеланий. Хотелось бы мне вам пожелать мирного неба над головой, счастья и здоровья для вас и ваших близких, чтобы сбывались ваши мечты, самые заветные и не самые заветные. Те, которые еще могли бы подождать, ну пусть они тоже сбудутся. После официальной части ребята загадали желание, запустили в небо белых голубей и посадили у школы два деревца, а затем направились в актовый зал. Но вот желание загаданы, голуби отпущены, деревья посажены. Пора продемонстрировать свои таланты на сцене. Ребята из 11-го Б порадовали зажигательными танцами и веселыми сценками. А 11-й А подготовил отличный фильм и много эффектных музыкальных номеров. Учитель биологии Юлия Москаленко взяла ребят под свое крыло еще в пятом классе. Она очень гордится своими учениками, среди которых два претендента на медаль. Ребята у меня очень замечательные. Мне, конечно, безумно тяжело с ними расставаться. И, конечно, я их всегда рада видеть. Я очень за них переживаю, за их дальнейшую судьбу. Но я верю, что они у меня такие замечательные, что у них обязательно всю жизнь не получится. Ребятам тоже тяжело расставаться друг с другом и со школой, и ставшей для них вторым домом. В 11-м классе мы стали еще больше сплоченные. Это 100%. Потому что у нас появился общий враг. Это ЕГЭ. Вот. Я скажу, что он самый лучший. И не вам не совру. Я в этой школе с первого класса. Я помню, как она открывалась. Как мой одноклассник разрезал ленточку. Как я пришла вот в эту школу. Я просто по ней ходила и думала, господи, она такая огромная, такая красивая. Тут столько всего будет. Куча воспоминаний из школьных дней. Просто столько эмоций, впечатлений. Лиза прощается с любимой девятой школы ненадолго, так как планирует поступать в педагогический, чтобы стать учителем младших классов. Практически все ребята уже определились с профессией, и у многих из них довольно амбициозные планы. Постараюсь с инженерией связать свою жизнь, а также буду баллотироваться в депутаты. А пока ребятам предстоят серьезные испытания с дачи ЕГЭ и поступления в выбранные учебные заведения. Екатерина Борисова, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. 26 мая свой профессиональный праздник отмечают самые деловые люди России – предприниматели. Второй год подряд представители бизнес-сообщества Ленинского района собираются вместе, чтобы отметить этот день, пообщаться и отдохнуть в кругу единомышленников. На празднике в адрес Ленинского отделения торгово-промышленной палаты звучали слова поздравлений. Многие получили почетные грамоты, а сама палата пополнилась новыми членами. Татьяна Брылова продолжит. 32 года назад начался процесс, который дал старт всему российскому бизнес-сообществу. Организаторы дня предпринимателя в Ленинском районе сопоставили это число с количеством фигур на шахматной доске. Да и весь праздник был так или иначе связан с этой увлекательной игрой. А если подумать, шахматы и бизнес очень связаны. Предпринимателям, как и шахматистам присуще стратегическое мышление, тактика – все, что помогает одержать победу. У каждого по-разному складывались первые шаги в бизнесе. А сегодня многие имеют не только надежное дело, но и уважение среди коллег. Год назад предприниматели Ленинского района решили объединиться, создав отделение торгово-промышленной палаты. Приглашая в палату предпринимателей, они получают возможность общения между собой. Самый главный момент – это торгово-промышленная палата выступает площадкой для диалога между бизнесом и властью. Мы решаем вопросы и помогаем предпринимателям в решении их проблем и вопросов. Игорь Куимов, президент торгово-промышленной палаты Московской области, поздравил виновников торжества с праздником и вручил ряду представителей бизнес-элиты района дипломы за большой личный вклад в развитие предпринимательства. Андрей Александрович Ковалев, руководитель отделения ВТБ банка. У вас очень хороший диалог бизнеса и власти. Это говорит о том, что ваш глава с уважением относится к этому диалогу, с уважением относится к вопросам, которые поднимают предприниматели. Среди представителей бизнес-сообщества много молодых людей. Есть и женщины, которые успешно сочетают материнство и такую непростую работу. Светлана Федотова открыла салон красоты с желанием изменить в лучшую сторону это направление. Быть одновременно мамой двоих детей и бизнес-леди непросто, говорит она. Но свое дело для нее тоже значит немало, хотя деньги не главное. Мне главное самореализоваться. То есть, что я задумала, воплотить это в жизнь, сделать все красиво и, наверное, лучше, чем у других. Я такой перфекционист. Мне надо лучше, выше и сильнее. Еще один важный аспект для многих предпринимателей – благотворительность, которой они занимаются по велению сердца. Шамиль Магомедов уверен, каждый бизнесмен, стоящий твердо на ногах, может помогать другим. Сам я рос в бедной семье и мало чего хватало в семье. Благотворительно занимаемся основным людям, которые реально не на что покушать. Для меня это очень приятно, потому что человек не отчаивается. Человек идет дальше, борется со своей проблемой. Шамиль Магомедов – один из тех десяти, которые в этом году влились в дружную команду бизнес-сообщества Ленинского района. Все мы в этот день вручили членские билеты. Таким образом, число участников районного отделения торгово-промышленной палаты превысило 40 человек. Всех их с Днем предпринимателя поздравил глава муниципалитета Валерий Венцель и поблагодарил за совместную работу. Спасибо за то, что вы встречаетесь, за то, что вы общаетесь и задаете правильные и нужные вопросы нам, как представителям органов местного самоуправления, ставите те задачи, которые непосредственно вам в первую очередь лучше видны. Валерий Николаевич пообещал, что и впредь местная власть будет прислушиваться к людям бизнеса и по возможности помогать. В знак этого плодотворного взаимодействия все участники праздника сделали на память общее фото. Татьяна Брылова, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. 15 апреля состоялся переход на цифровое вещание федеральных телеканалов. Волонтеры и специалисты помогают в настройке телевизионных приставок тем, кому это необходимо. Подробнее в нашем сюжете. Уже почти полтора месяца как Московская область перешла на цифровое телевизионное вещание. Однако у некоторых жителей до сих пор остались проблемы с приемкой цифрового сигнала. Именно поэтому на помощь им приходят волонтеры, которые помогают настроить новое оборудование. Галина Федоровна Картахова проживает в 18-м доме поселка подсобного хозяйства Суханово. Когда вся область перешла на новый формат вещания, пенсионерка отдыхала в санатории. Вернувшись, она поняла, что сама не в силах разобраться с нововведениями. Я пошла в соцзащиту. Говорю, надо там выяснить, потому что говорили, что если что, обращайтесь в соцзащиту. Ну я сходила, там мне сказали, говорит, хорошо, придем, пришлем мастера. Он придет, посмотрит, наладит. Уже через несколько дней инженер связи антенной службы Видновской дирекции киносети вместе с активистом местного отделения партии «Единая Россия» были дома у Галины Федоровны. Сама процедура установки телевизионной приставки заняла всего несколько минут. В комплект входит сама цифровой тюнер, розеточка под 220 используется и отдельный дополнительный пультик. Самый сложный процесс подключения – это незнание именно той технической части, которая именно нужна была для того населения, которое никогда не сталкивалось именно с этими процессами подключения. В рамках партийного проекта «Старшее поколение» «Единая Россия» проводит региональную акцию «Цифровое телевидение». Акция по переходу на цифровое телевидение началась 15 апреля. «Единая Россия» активно принимает участие и помогает жителям Ленинского района в подключении. Курирует эту акцию секретарь местного отделения и по совместительству глава Ленинского муниципального района Валерий Николаевич Венцель. Несмотря на возраст, Галина Федоровна любит активно проводить свободное время. Несколько лет назад вместе с подругой летала в Египет, а сейчас два раза в год посещает дома отдыха. Там она попробовала себя в изобразительном искусстве. Часть картин на стенах – ее собственные работы. Но даже сидя дома, теперь пенсионерка сможет смотреть телевизор в новом цифровом качестве. Дмитрий Книга, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня в рубрике «Мобильный репортер» кадры оперативной съемки. В Ленинском районе начали охоту на выброс мусора в неположенных местах. Для этого представители полиции и госадом технадзора буквально засели в засаду. Сотрудники выявляют и нарушителей, и места стихийных свалок. На территории Ленинского района можно встретить вот такие вот кучи мусора. Несанкционированная свалка. Такая картина, к сожалению, типична для всех муниципалитетов региона. Мусор высыпают в лесах и на обочине дорог. Так, в рамках профилактической операции «Засада» наряд дорожно-патрульной службы зафиксировал несанкционированный выброс грунта недалеко от поселка Мещерина. При проверке водителя было установлено, что данный гражданин был лишен прав управления автотранспортом. При этом нарушитель создал еще и аварийную ситуацию, перекрыв движение для водителей, которым приходится выезжать на полосу встречного движения. В отношении нарушителя сотрудники ГИБДД совместно с Госадом технадзором составили протоколы о привлечении к административной ответственности, а автотранспорт был перемещен на штрафстоянку. Девять команд, полгода игр, 25 отборочных туров и шесть финалистов. В Доме культуры прошел итоговый турнир интеллектуальной игры «Думай, знай, познавай». Подробности в сюжете Анастасии Гореловой. Десятый юбилейный финал завершил сегодня серию интеллектуальных игр. Шанс побороться за победу и главный приз в чемпионате для школьников «Думай, знай, познавай» в этом году получили шесть команд. Начался турнир с награждения. Жюри решило, что будет честно наградить ребят, которые три года подряд занимали второе место. Капитан команды школы номер пять Дмитрий Ванишко забрал первый в истории кубок вице-чемпионов игры. Забираю его, поскольку он был заработан за три сезона подряд. Суть состязания проста. За правильные ответы ребята получают баллы. Чтобы победить, нужно быть настоящим эрудитом. Участников ждали вопросы по таким дисциплинам, как история, биология, литература, география, иностранные языки. В связи с недавней годовщиной Великой Победы были задания, посвященные и Второй мировой войне, на которые ребята блестяще отвечали. Знаете ли вы, сколько примерно процентов населения Земли было втянуто во Вторую мировую войну? Пять баллов восемь процентов. Это правильно. Гимназия правильная. Командный дух в таком коллективе – это, безусловно, очень важно, считает капитан команды девятой школы Мария Бамбак. За неделю до игры, до финала, мы распределили всю информацию и прочитали очень много материала. Поэтому я уверена, что моя команда готова к сегодняшней игре. Зал не скупится на аплодисменты. Зрители готовились не хуже самих участников. Болельщики нарисовали яркие плакаты с кричащими слоганами, чтобы подбадривать свои команды. Анастасия Шаляпина пришла сегодня болеть за сына. Она поддерживает увлечение своего ребенка и считает подобные игры очень даже нужными и полезными. Великолепное развитие ребенка и вообще компании, команды. Ну, это здорово, хорошая игра. Организатор и ведущий игры Кирилл Махров отмечает, что ему все труднее находить для ребят интересные и каверзные вопросы, так как с каждым годом участники подготовлены все лучше и удивить их непросто. Я всегда ставлю задачу уже для себя, знаете, делать именно такие вопросы, которые были бы максимально и познавательны, максимально интересны. Надеюсь, что у меня это получается. Большинство участников не волновались, так как для многих это не первая и даже не вторая игра. На турнире есть и те, кто уже понял вкус победы и знают, как завоевать главный приз. Подобные мероприятия сближают коллектив, потому что хочешь не хочешь, а приходится взаимодействовать с ребятами. И чтобы достичь победы, нужно понимать друг друга. Победу в решающей игре чемпионата одержала команда Видновской гимназии. Но принимая во внимание, что трейф в финале был всего в несколько баллов, оргкомитет решил разделить первое место между гимназистами и школой номер 9. Вторыми стали ребята из Видновской школы номер 7. Третье место присуждено к команде ВХТЛ. Анастасия Горелова, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ. И о погоде. В субботу ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до 21 градуса тепла. Ночью будет плюс 15, ветер южный 4 метра в секунду. На этом все. Желаю вам хорошо провести выходные дни. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова